Анастасия, профессия в СМИ это ваш осознанный выбор, либо это дело случая? Это был неосознанный выбор, ну случай, конечно же, сыграл свою роль. Я не собиралась становиться журналистом, я даже про это как-то и не думала никогда, если честно. После окончания института я устроилась работать в школу, учителем английского языка. И в промежуток этого ожидания своего трудоустройства, подписания всяких бумажек, я увидела по телевизору опять-таки случайно программу инструкции по применению. Там были такие забавные девчушки в красных косыночках. Косынка, да. Так вот, выбор в итоге впал все-таки на второе. Ну, я осталась там и пройдя какой-то путь, я оказалась вот в ОРСК.ру уже и на сайте, и на телевидении одновременно. Работа редакционного отдела ОРСК.ру, то есть по каким принципам вы это делаете и какова ваша роль в этом процессе? Принцип у нас самый главный, это то, что мы не строим из себя больших профессионалов. Мы не пытаемся доказать, что мы гору журналистики. Ну, в общем-то, обычные люди, живущие в этом городе, любящие его, иногда не любящие его. И, собственно, вот эту точку зрения мы и показываем, да. То есть мы смотрим на жизнь глазами обывателей. Единственное наше, наверное, отличие такое, нам повезло, что мы можем свое мнение высказывать громко. Настолько громко, что нас слышат и чиновники, и люди просто живущие, да, то есть разных абсолютно профессий. Отдаете ли вы возможность простым людям этот рупор? Конечно, да. То есть в этом плане мы абсолютно открыты, мы готовы дать микрофон и человеку, облеченному властью, и обычному представителю какой-то профессии, и студентам, и детям, и кому угодно. То есть если люди хотят поделиться с другими какими-то своими эмоциями, плохими ли, хорошими ли, абсолютно без разницы, если мы считаем, что это будет интересно знать широкой общественности, то, Бога ради, welcome, как говорится, да, мы всегда готовы предоставить площадку. Мы стараемся просто-напросто показывать жизнь такой, какая она есть. Если происходит что-то хорошее, мы говорим, ребят, это хорошо, вот посмотрите, да, у нас тут завоевали медали, у нас такая талантливая молодежь, у нас тут построили то, тут построили все и так далее. В том случае, если происходит что-то плохое, мы говорим, ну вот, все это, конечно, печально, но вот так вот произошло, вы должны об этом знать, вы можете опять-таки поделиться своими впечатлениями, может быть, для кого-то это плохое, это наоборот хорошее, да, то есть у нас на сайте в этом плане есть очень хорошая такая штука, как комментарии. И там любой человек может зайти туда и поделиться своими впечатлениями о том, что происходит, поделиться впечатлениями о новости какой-то или даже предложить что-то новое. То есть вот в этом плане очень так вот хорошо получается. Анастасия, работа главного редактора – это наверняка успевать все и везде. Как вам удается управлять своим временем? Успевать все и везде нереально. Правда, я не знаю людей, которые бы обладали таким даром успеть все и везде. Мне кажется, здесь очень важно ставить приоритеты. Планировать я именно вот прям четко, да, там по часам, по минутам, но не то чтобы не умею, этого не получается. Я пробовала, как-то вот оно не вышло. Почему? Потому что мы работаем в таком вот очень скоростном режиме, да, в режиме нон-стоп, мы постоянно на чеку, постоянно на связи, мы постоянно готовы отдавать людям информацию, и поэтому запланировать что-либо просто нереально. Потому что, ну, жизнь, она такая штука переменчивая, да, сегодня я запланировала поехать там на одну встречу, тут у кого-то что-то переменилось или у меня не получается, например, да, и все это приходится вот заново как-то трансформировать, как-то вот, ну и так далее. Тут, наверное, нужно обладать таким качеством, на мой взгляд, очень важным в современном мире, это мобильность, да, то есть умение очень быстро переключиться. Анастасия, не могу не спросить, а что для вас является главной мотивацией в жизни и в работе? Для меня главной мотивацией является интерес к тому, что я делаю, это обязательное условие. Если честно, вообще редко бывает такое, что я беру за что-то, вот сейчас, да, я могу себе это позволить, редко бывает так, что я беру за что-то, не представляющее для меня интереса. Я сначала как-то вот прикидываю, да, если я понимаю, что да, мне это интересно, если у меня горит глаз на что-то, то я это буду делать. Это касается и личного, и публичного, без разницы. Должен быть интерес и должно быть чувство удовлетворения от того, что я сделала. Это вот главное для меня. Хотелось бы узнать, каковы самые ценные уроки, которые преподнесла вам ваша жизнь? Моя жизнь преподнесла мне много уроков, и ценных, конечно же, тоже. Самое главное, чему она меня научила, это быть благодарным человеком, любить людей, да, то есть я считаю, что все люди меняются. Если человек сегодня плохой, то завтра он может измениться в лучшую сторону, ровно так же, как и наоборот может произойти. Ваше отношение к этим людям меняется, когда меняются они сами? Конечно, конечно, люди меняются. Если человек, например, сегодня сделал что-то плохое, и я как-то, может быть, даже в нем разочаровалась, то это вовсе не значит, что я всю оставшуюся жизнь, да, буду там воротить нос от него и говорить, нет, вот, пожалуйста, я не буду. Человек имеет право на исправление своих ошибок. Другой момент, что люди не всегда признают эти ошибки и не всегда стремятся их исправить. Ну, почему не дать шанс? Анастасия, расскажите, какое вы были в детстве? Я была мальчиком, в юбке зачастую, иногда в шортах. У меня в окружении, в моем, практически не было девочек. И, наверное, это и сложило меня как вот такого мальчишку, да, Шебутнова. Я играла в футбол, я лазила по гаражам, по каким-то стройкам, получала травмы боевые, вечно куда-то меня несло. Как-то я вот любила свободу, постоянно куда-то уезжала, меня родители оттуда выдергивали, в общем, нервы я им помотала так здорово. Ну, и, в общем-то, вот как-то так. И вот эта вот какая-то моя безбашенность, наверное, в каких-то планах, да, свободолюбие, оно у меня и по сей день присутствует. Но только я его уже как-то контролирую. Так вот, если можно сказать. А вот это свободолюбие, оно не отражается в работе, где вы независимы от плохого или хорошего? Да. Я, кстати, очень часто вот думаю, да, над этим вопросом. У меня такое ощущение, что я бы не смогла даже работать в каком-то другом СМИ, потому как здесь, в Евразии, нам позволяют думать самим, не бояться чего-то, да, не бояться высказать свою точку зрения. Для меня, например, это очень важно, просто буквально принципиально важно. Когда тебе говорят, что туда не ходи, сюда ходи, у меня возникает логичный вопрос, а почему? Можно я сама определюсь, куда мне пойти, там, да? И вот здесь у нас нету каких-то таких рамок. В завершение интервью хочется задать ключевой вопрос. Ваше мнение, почему одни люди все-таки успешнее, чем другие? На мой взгляд, одни просто-напросто стремятся стать, вернее, успешными, а другие, может быть, как-то не задумываются об этом, может быть, это не совсем цель их жизни и так далее. Второй момент тоже немаловажный. Даже если я стремлюсь стать успешным, то я что-то должен для этого делать. Ну, понимаете, можно лежать на диване и говорить, я стремлюсь быть успешным. Ох, как я этого хочу и все остальное. Многие читают какие-то книжки, да, там, какие-то силы небесные помогут, если я буду, вот, значит, постоянно думать, что вот я успешным и так далее. Ничего подобного. Если вы просто будете сидеть на одном месте и даже представлять себя успешным, и даже просто читать книжки об успешных людях, вы не станете таковым. Потому что все успешные люди, они просто поднимали себя, иногда через силу, может быть, поднимали себя, шли и что-то делали. Это очень важный момент. Он просто основополагающий. Хочешь стать успешным, приложи к этому усилия. Причем, наверное, здесь зависит от степени желания, понимаете? Тут можно хотеть стать успешным, ну, грубо говоря, там, какую-то категорию получить. Это одна степень успешности, да. А можно стремиться стать лучшим, да, в своей профессии. Это уже другая. И здесь, конечно же, опять-таки, усилия, да, меньше, больше и так далее. Ну, в любом случае. И третий, наверное, критерий, опять-таки, нужно не зацикливаться на чем-то плохом. Не нужно думать, что если ты сейчас споткнулся и даже упал, может быть, ты и должен там остаться, да. Ты всегда можешь подняться, в конце концов. Как там говорят-то, что все можно поправить, пока ты жив. Вот когда ты уже, как говорится, того, то тут уже проблематично, да, что-то изменить. А до тех пор все реально. Здесь мне хочется спросить, каково ваше отношение к образованию в процессе достижения успеха? У меня неоднозначное отношение к понятию образования. Если брать, например, рассматривать отдельно образование, ну, корочка, да, там, дипломы и так далее. Некоторые, я не говорю ни в коем случае про покупку образования. Я даже говорю, реально, люди бывают учатся, да, там, годами получают это образование, зубрят что-то, плачут над оценками. Вот к этому у меня не очень хорошие отношения, потому как ты можешь иметь три образования и при этом быть, ну, вот каким-то таким, да. С другой стороны, есть люди, у которых нет, там, высших образований или даже одного высшего образования, но они очень интересные люди, они очень умные, они реально чего-то добиваются в своей профессии самоучением, да. То есть это люди, которые учатся на практике, они развивают себя сами. И здесь, наверное, важно, чтобы у человека было желание чему-то научиться. Вот если этого желания нету, то это образование впрок-то, наверное, и не пойдет. Опять-таки, здесь я повторюсь, да, что не нужно принимать это так вот буквально. То есть это вовсе не значит, что школьникам нужно забить, да, на получение аттестата и сказать, ну, вот, как бы это же вот мне не пригодится, да, там, какая-нибудь геометрия, там, всякие, там, синусы, косинусы и так далее. Для общего развития, да, это хорошо, но совсем зацикливаться на этом я бы не стала, потому как, ну, как правило, и есть такие примеры, и в моей жизни тоже, что человек, он вот прям вот очень стремился к этому, да, именно вот к этой корочке. Может быть, даже она у него получалась там красного цвета, но счастья такового она ему не приносила, да, и больно в профессии он вот с этой корочкой не шибко-то двигался, да. То есть придя даже устраиваться на работу, вначале, может быть, обратят внимание, да, на то, что у вас есть там высшее образование, на то, что у вас есть диплом, но доказывать свою необходимость на этой работе все-таки придется самому на практике, да, поэтому вот как-то так. Уважаемые посетители клуба «Большие люди», я желаю вам быть оптимистами по жизни, ничего не бояться, делать что-то для того, чтобы стать успешными. Слушайте, пожалуйста, поменьше чужих каких-то мнений, прислушивайтесь все-таки больше к себе, и тогда все у вас получится. Продолжение следует...